Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Кабыскан Александр Степанович. Я доцент кафедры теории методик начального образования, кафедра, которая реализует магистрскую программу менеджмент в образовании. Я рад, что вы выбрали наше направление. Мы верим, что все у вас получится. И, конечно же, мы будем рады ближайшие два года провести в академическом формате вместе с вами. Итак, давайте приступим. Вступительное испытание менеджмент в образовании включает в себя две части. Это часть тестовая и часть включающая в себя реферат, как вы видите. Форма сдачи дистанционная, то есть вы все это будете делать через сайт. Вид экзамена – тестирование и реферат, как я уже говорил. Количество вопросов в тестировании – 25. Структура тестовых заданий. Это задание на общую педагогику, на историю педагогики, на теорию обучения, на основы менеджмента управления и теорию воспитания. Обратите внимание, именно эти разделы. Продолжительность вступительного испытания – 60 минут, то есть именно час. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен на полтора часа, но при этом вы должны предоставить соответствующие документы, если у вас есть на это право. Ну и одна попытка. Одна попытка всего лишь, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, предельно внимательны, предельно осторожны. Второй попытки у вас уже не будет. Поэтому обеспечьте хороший интернет, обеспечьте себе комфортные условия, не закрывайте случайно лист с тестированием, страницу, которая у вас будет открыта. Поэтому это будет очень важно. Значит, минимальное количество баллов, которые вы должны получить для того, чтобы участвовать в конкурсе, это 50, то есть на половину вопросов вы должны ответить верно, как минимум, да. И по реферату должно быть тоже не меньше 50 баллов, да, из 100. Ну, это уже касательно второй части. Ну и максимальное количество баллов 100. То есть все 25 вопросов вами отвечены верно, соответственно, вы получаете 100 баллов. Да, или реферат выполнен абсолютно идеально, то тоже получаете 100 баллов. И оценки будут суммироваться, да, то есть половина экзамена – это тест, половина экзамена – это реферат. Так, значит, продолжаем. Дистанционная форма сдачи. Что здесь нужно учесть? Первый вход через логин и пароль, которые ранее были отправлены вам на электронную почту. То есть смотрите, возможно, в папке «Спам» они будут, если вы их не увидите непосредственно перед днем экзамена. Последующее посещение сайта под своим паролем вы уже делаете, который меняете при первом входе в учетную запись. То есть вы заходите, пароль меняете и только под этим паролем заходите. Все. Вы должны его помнить, тот пароль, который вы будете использовать. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Обратите внимание, то есть вы фото крепите, и вы прикрепляете разворот паспорта. То есть должно быть видно, что вы – это вы. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас будет всего лишь одна попытка. Тоже, пожалуйста, это учитывайте. Всего одна. Расписание вступительных испытаний. Узнать о том, когда будут проходить вступительные испытания, вы можете на сайте приемной комиссии abitur.bspu.ru Вы видите его на слайде. И обратите внимание, значит, вы выбираете закладку «Бакалавриат и специалитет». В вашем случае это… Расписание вступительных испытаний бакалавриата и специалитета. У вас будет, соответственно, магистратура и… Вот соседняя вкладка «Магистратура». И будет расписание. И будет расписание. Там тоже выберите. Оно у вас тоже появится. Тоже будет здесь же на этом уровне. Посмотрите. И обратите внимание. Вот комплексный экзамен. Уже выдержку я вам показываю за расписание. Выдержка будет. Комплексный экзамен по направлению профилю «Менеджмент в образовании». И, конечно, здесь вы можете скачать программу, также посмотреть программу экзамена. Дистанционная форма, естественно. На сайте exam2002bspu.ru Я уже говорил сегодня об этом сайте чуть ранее. Инструкцию о получении логина и пароля. Вы, опять же, также уже с ней должны быть знакомы. Консультация будет 6 августа. То есть, 6 августа мы с вами выйдем на связь. Я буду онлайн. Поэтому вы все вопросы можете задать, которые вас интересуют по поводу сдачи экзамена, по поводу поступления. Может быть, что-то будет касаться непосредственно самой образовательной программы. 8 августа с 10 до 22.00 будет непосредственно экзамен. И резерв для тех, кто по уважительной причине, в частности, может быть, у кого-то будет медсправка или что-то, но, опять же, с предоставлением документов, по уважительной причине, кто не успеет попасть, будет еще испытание 17 августа. Будет еще 17 августа. То есть, с 10 до 17.00. Это что касается именно конкурса на бюджетные места. Как правило, именно в этот день определяется список поступивших. Да, те, кто идут на коммерческую форму, для них есть формы позже. Как видите, с 13 августа по 17 сентября. Если кто-то подавал документы чуть позже, в принципе, то есть с 15 августа и резерв 21.00. Обратите внимание. То есть, самая последняя дата, которая будет, вообще, если вы уже на коммерческую форму будете идти, то будет 21 сентября. Поэтому смотрите, здесь очень важно, чтобы вы своевременно подали документы, чтобы вы своевременно прошли все испытания, конечно же, чтобы, опять же, были на связи в случае, если какие-то технические сбои будут и так далее. То есть, понятное дело. Так, идем с вами дальше. Вот, обратите внимание, консультации будут на YouTube. Ссылка активная. Здесь вы все увидите все материалы консультационные. Так, дальше. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Обратите внимание, сайт приемной комиссии, опять же, тот же самый, только в закладке магистратура, обратите внимание, программа вступительных испытаний менеджмент в образовании. Вот здесь находится как раз-таки именно сама программа в этом документе. Пожалуйста, просим вас ознакомиться детально с ней. Там все подробно описано. Вся процедура экзамена и все материалы. Программа вступительного испытания. Вот, собственно, она перед вами, как вы видите. Требования, которые должны быть, перечни разделов для подготовки. Это все здесь как раз-таки в наличии есть. Разделы. Введение в педагогическую деятельность. Что в себя включают? Здесь это тоже описано. Теоретическая педагогика. Практическая педагогика. То есть здесь все вот эти части, они есть. Так, примерные задания. Посмотрите, пожалуйста, какой ступени выше обрабатывания. То есть именно такого типа вопроса будут у вас в тестировании. Я не говорю, что именно эти вопросы там будут, но нечто похожее будет у вас по тем же тематическим разделам. Какой ступени выше образования, согласно закону образования РФ, относится магистратура? Пожалуйста. Да, здесь вы можете выбрать ответ. В каком году Россия вошла в состав баллонского процесса? Опять же, здесь, если вы подготовились, вы знаете ответ на этот вопрос. Педагог выполняет требования в ГОСТ, должен ориентироваться на, опять же, на что он должен ориентироваться, это тоже отвечает. То есть вопросы носят закрытый характер. То есть все варианты ответов, они конкретизированы. И один вариант ответа правильный. Только один вариант ответа во всех тестах. Так, следующий раздел, который после прохождения тестирования, обратите внимание, крайне важно, кстати говоря, чтобы вы на тест заходили не в... Сейчас я вам покажу, что вы... Вернусь сюда. Вот смотрите, если здесь будет с 10 до 22, 0,0, да, прохождение испытания, вы должны зайти, ну, как минимум, за полчаса хотя бы. То есть 21.30 это уже крайнее время для захода на тест. Обратите внимание, поэтому не затягивайте, пожалуйста, до предельного времени, старайтесь пройти заранее. Времени достаточно, почти целый день. Поэтому этот момент тоже учитывайте. Итак, возвращаемся к реферату. После того, как вы пройдете тестирование, вы на том же сайте загружаете и реферат в тот же самый день. Обратите внимание, тематика рефератов представлена. Вся тематика посвящена вопросам менеджмента в образовательной организации. То есть отдельный какой-то аспект вы можете уже взять на изучение. И если тема реферата вам понравится, и если вы поступаете, то в принципе вы можете продолжить работу над этой темой уже в качестве работы над ВКР. То есть эта проблематика может стать у вас основой для будущего ВКР. Обратите внимание, управление национальным образовательным процессом в школе, как одно из условий обеспечения современного качественного образования. управление качеством неправильного образования, задачи педагогического менеджмента, роль лично-ориентированной оценки качества образования в управлении учебным процессом, условия совершенствования организации, содержания дополнительного образования в контексте управления образовательной организацией, внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательное учреждение. Но, опять же, обратите внимание, если вы берете какие-то такие темы более общего характера, то здесь все равно должно быть в содержательной части реферата, все равно должна приводиться какая-то фактологика касательно непосредственно профиля. То есть, не просто это должен быть реферат об ИКТ, это действительно должны рассматриваться и анализироваться примеры все-таки того, как это делается, кто что предлагает по этому поводу. То есть, здесь, конечно, старайтесь, дорогие друзья, делать таким образом, чтобы у вас все-таки рефераты были содержательными, а не поверхностными. Это все равно крайне важно, потому что глубокие содержательные работы очень сильно выделяются, конечно, на общем фоне. Поэтому учитывайте эти моменты. То есть, все равно погружение какое-то в педагогическую сферу в любом случае должно быть, даже если вопрос у нас такого общего характера. Давайте дальше посмотрим, что еще есть. Профессионные компетенции руководителя образовательной организации, основная группа профессиональных задач. Проектирование и осуществление профессионального самообразования педагогов образовательной организации, организация делопроизводства образовательной организации. То есть, опять же, если говорить о делопроизводстве, то здесь именно важно, что именно в образовательной организации. Не зря этот компонент в названии присутствует, поэтому он должен быть, конечно же, отражен. Управление качеством начального, основного, общего, полного, общего и среднего образования. Здесь по выбору. Контроль за образовательным процессом как функцию руководителя образовательной организации. Организация проектной деятельности с обучающимися в условиях организации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в том числе с учетом последних изменений, которые были. Экспертиза педагогических и руководящих работников. Государственный контроль и гурьирование работы образовательной организации, создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе образовательной организации, оценка деятельности педагога как руководителя образовательной организации, информационная открытость официальных сайтов образовательных учреждений, информационная недостаточность ее причины, отчетность образовательной организации, подходы к построению системы аналитического мониторинга образовательной организации, процедура оценки качества основной образовательной программы общего образования в образовательных организациях. Такие темы рефератов представлены. Обратите внимание, в программе экзамена тоже это представлено. Требования к реферату. Реферат представляется в электронном варианте или в распечатанном виде, который сброширован в твердом переплете в приемную комиссию нашего университета. Текст должен быть набран на компьютере, отпечатан на стандартных листах белой бумаги формата А4. То есть, смотрите, вы можете загрузить в электронном варианте, либо сдать в печатном варианте. Как правило, все пользуются электронной формой. Текст набирается в редакторе Microsoft Word. При наборе рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер основного шрифта 14, вспомогательный 12, межстрочный интервал полуторный, поля левые 3 см, правые 1,5 см, верхние 2 см и нижние тоже 2 см. Номинования разделов глав параграфов должны быть краткими. Объем реферата от 15 до 30 страниц. Все страницы нумерируются по порядку и, естественно, это от титульного листа до последней страницы. При этом на первой, как раз таки, странице нумерации не ставится, обратите внимание. Начиная со второй и далее. Только там уже будут стоять номера. Ну и, естественно, иллюстрации, таблицы и схемы расположены на отдельных листах внутри текста. Они также будут входить в общую нумерацию. Требования к реферату. Обратите внимание, так должен выглядеть титульный лист. Вы прописываете только фамилию, имя, отчество и название реферата свои. Все остальное должно быть именно так, как здесь. И контакты. Обратите внимание, руководитель данной образовательной программы Янгирова Венера Магасумовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методик начального образования. И я, доцент кафедры, оказываю поддержку Венере Магасумовне, доцент кафедры теории и методик начального образования Кабыскан Александр Степанович. Значит, все вопросы вы можете направлять по почте в янгирова-собака-яндекс.ру, а также по номерам телефона 8-987-498-60-98, это номер телефона Венера Магасумовна, и 8-909-349-75-62, это мой номер телефона. Ну и, опять же, всю информацию вы можете найти на сайте HTTPS-BSPU.ру, сайт нашего университета, раздел абитуриенту, абитур-BSPU.ру, там как раз вся информация находится. Ну и номер телефона приемной комиссии 8-347-287-99-99. Мы вас ждем, желаю вам успехов и уверены, что все у вас получится. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так, те предметы, которые вы должны сдавать в УЗИ, у вас будут отображаться, если их вам назначат. То есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас в личном кабинете отображается такая табличка, значит к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вступительные испытания БГП у меня Кмалы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто именно эта рассылка попадает в папку «Спам». Обязательно проверяйте папку «Спам». Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин – это ваша электронная почта. И пароль. Обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственное. То есть все, я свою учетную запись полностью поменяла. Теперь зайти могу только я. И вот уже у нашего абитуриента тестов вступительные испытания есть. Социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственным экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано, вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо, абитуриент и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до полутора часов для обычных абитуриентов. И для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет полтора часа. И более. На полтора часа, не более на полтора часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите. Только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии. Продолжение следует...